Я тебя снимаю. Хорошо. Я тебя сниму. Интернет-канал Новороссия, подразделение легендарного Моторола. Мы находимся на территории шахтерской подстанции, частично разрушенной украинскими войсками. Сейчас наши бойцы осматривают то, что здесь случилось. Вот, след от удара украинского снаряда. Так, наш бойец Феникс, вы с ним знакомы? Здравствуйте. Житель шахтера, он прокомментирует, расскажет, что произошло здесь. Феникс, встань, пожалуйста, в тень, чтобы у тебя было хорошо видно. Украинскими подкрали сюда, как всегда, незаметно. Положительно били вот оттуда. Положительно, правда. Оттуда это оттуда? С какого направления? С юго-восточного. Положительно, танком. Напоминаем, в этом районе был сбит подразделением Моторолы украинский беспилотник. Репортаж о нем вы смотрели. Старили очень аккуратно, грамотно, прям туда, откуда запитываются ближайшие города. То есть РС, Шахтерс, частично были лишены электричества. На данный момент из города Шахтерска ремонтные бригады не могут выехать из-за того, что их просто-напросто уже не существует. Ремонтировать это дело некому. Многие жители города Шахтерска, а также поселка Малая Шишовка, часть поселка Горного, пригородная зона города Тореза. Города Тореза тоже обесточена. А если не разрушат всю подстанцию, что будет? Какими последствиями? Последствия? Последствия родилась. Станция имеет государственное значение. В том числе она распределяет электричество в крупные центральные города, такие как Унис, Макеевка. Также где-то здесь проходит линия электропередач, связывающая Российскую Федерацию с Украиной. В общем, если разрушить до основания подстанции, на восстановление идет порядка двух лет, детальное вложение порядка приблизительно миллионов долларов. Вот такие вот дела мы делали на мукрые. Как показывает опыт, в последнее время они намеренно выжигают поля, разрушают объекты инфраструктуры. Видимо, понимая, что они проиграли, желая оставить нас без промышленности. Вы согласны с такой точкой зрения? Да. Это мой родной город, Донбасс. Но мы, наверное, не становимся на колени. Мы будем их бить дальше. До самого победного конца. И никак иначе. Потому как для этого мы сюда и пришли. Шахтерск. Двенадцатиэтажный дом. Следы работы украинской армии. Которая прекрасно знала, что нацелится жилой дом. Считаем репортаж о Шахтерске. Так. Вот что сделала украинская армия. Так. Где это, что здесь произошло? Привет, еще раз. Что это было? Работала вражеская артиллерия. Нагло, по жилому району. В данном случае, это мой микрорайон, на котором я проживаю. Двенадцатиэтажная жилая. Работала артиллерия. Покосила здесь деревья. Выбила окна в доме. Люди запуганы. Уехали. Кто-то прячется по подвалам. Спасибо вам, мукры. Судя по тому, что город практически пуст, большинство людей выехало. Так? Да. Большинство людей выехало. Остались только те люди, у которых нет возможности было выехать с нашего города. И они сейчас реально начинаются. То есть они прекрасно знали, что они бьют по жилому району. Да. Здесь не было реально нашего ополчения. Не стояли наши никакие не самоходки. Ничего у нас тут не было. Тупо карательная операция запугивать город, уничтожать морозный город. Спасибо. Едем дальше. Не сделали это дело. Но я вам вспомню это все. Вернее, я уже постоянно вам это вспоминаю. Шахтерск. Практически пуст. Это продолжение моего микрорайона. Некогда вот эта автостоянка... Была забита до отказа. Да, была забита до отказа машинами. Так, бойцы ДНР проверяют, чтобы в уброшенном городе не было никаких преступлений и не было оставлено до мародера. Все. Автостоянка пустая. То есть, большинство жителей покинуло город. Почти пуст. Немногие местные жители остались. Потом вот местные люди прятятся от арта к стрелу. Скажите, пожалуйста, вы не уехали, потому что некуда уехать? Или решили остаться просто? Некуда ехать. Некуда ехать? А если бы была возможность уехали бы? Да, вряд ли. Не хочется. Свои места бросать. Как вы считаете, то, что делают украинские войска, имеют, хоть как-то их оправдывает? А почему вы не хотите жить в единую Украину? Я не против, но это была та единая. Кроме та, а не сейчас, теперешняя. Теперешняя, нацистская. Понятно. Скажите, вам сплатят пенсии, зарплаты? Ну, пенсия есть на карточке. Карточки. Я приват банки получаю пенсию. А сейчас что, банк закрытый? Есть, да? Нет, я не прячусь. Тут просто ступеньки. Я не прячусь. А там с... Там люди, зайдите, посмотрите, как мы живем. Обстрелы часто? Каждый день. Каждый день. Самое страшное другое, что все власти бросили город, микрорайон живет без воды, без света. Газ, сказали, выключен, и тут остатки в трубах. Вот еще день, и что нам здесь делать? Костры полить на бомбежке. Никому ничего не надо. Вон, смотрите, вон, мусорники. Там уже такие мухи. Там вонь бешеная. Вот, никто ничего. А приедут назад все, и потом будут в толстости от своей тревоги. Да, мне тоже так вот, чтобы всех убирать. Вот остались самые стойкие. Сидим вот, караулем, потому что, чтобы... Вон, алкашня поставалась всякая, чтобы вы тут не лазили по квартирам. А скажите, пожалуйста, вот как много людей в целом городе осталось, и в частности в вашем доме? Треть, больше? Нет, нам, наверное, пятая часть. В каждом доме две-три семьи. Две-три семьи. Не больше. Вот, под деньги. Или даже... Ну, где как, но у вас очень мало. Да, очень мало. В основном, все выехали. А вы боитесь того, что украинцы зайдут в город? Или не боитесь? Или вам все равно, под кем жить, лишь бы была вода, свет? Нет, нам не все равно, под кем жить. Вот. Ну, бояться, я не знаю. Бояться, если бы мы боялись, мы бы, наверное, уже тоже уехали сейчас куда-то. Понимаете? А мы живем здесь. Потому что, о чем мы должны бояться на своей земле жить? Вообще-то. Вот. Ну, конечно, бы мы не хотели. Они считают, что эта земля не ваша. Они считают, что эта земля не ваша. Они считают. Да. Они уже открыто говорят о том, что минимум полтора миллиона здесь нужно истребить. Открыто. По теледедине. Мы это понимаем, да. Что им здесь не нужны люди. Тем более, Украина сгибается. На пенсии надо платить из зарплаты. И все разрушено, все предприятия, разрушено. Мы все прекрасно понимаем. Мы хотим жить в нормальной, мирной стране, богатой, счастливой. Чтобы мы не боялись выходить на улицу. Чтобы у нас была работа. Чтобы у нас была пенсия. И нормальное правительство не такое, как сейчас в Киеве. Однозначно. Киевское правительство – это не наше правительство. Грамотно. Вот упрыть, а потом упряжьтесь. Это мы не здесь сидим. Вы пройдите, вот мы сидим. Сейчас пройдем. Плется. И часто вы здесь прячетесь? Целый день. Вторую неделю. Как и махнет, так и текает. Как выходим. И там вообще. Вот у нас дырочка. И вот туда мы залазим. Вы же мои дети здесь тоже. Вот, конечно. Беременная женщина только вчера вели и уговорили уехать. Беременная женщина? Ну была, ну да, уехала. Не хотела уезжать, но уже действительно невозможно было. Да, привезли, да. Заставили уже мы ее уехать. Скажите, пожалуйста, как вы считаете, то, что происходит? Это страшная война, в которой убивают намеренно мирных жителей. Кто в ней виноват? Из начальницы пошло с Майдана. Да. Расколотили страну из-за Майдана. Они. Это раз. А во-вторых, я сколько знаю, остальная Украина, она неадекватная, новости Украины, она неадекватно вообще воспринимает положение здесь, на Востоке. Она, ну, может, кто-то сочувствует, но поддерживает как-то, мне кажется, даже не очень много, потому что как-то неадекватно с позиции того, что как открывается информация, какая информация идет с Украины, они не воспринимают это, не понимают то, в каком мы находимся положении. Вот так вот скажем. Ну, что все деленько все вычистили, вот с этим сейчас, я не знаю, на сухих пайках. Сейчас магазины все продают, все закроется. Будем ходить, я не знаю, что мы будем ходить, по огородам, наверное, яблоки срывать. Видите, у вас правильная жизненная позиция, только вот те, которые сейчас в Киеве, они считают, что вы им не ровнее, что люди не одинаковые, что есть высшие ниши, что вы недостойны жить, что вы не следуемая украинка, значит, подлежит уничтожению. Понимаете? Единственный способ остановить эту войну, это создать государственного раси. Ну, мы же братья, сестры, это одна идиная Украина. Это вы так считаете. Они считают, что вы не братья, не сестры. Что вы говорите на русском языке, значит, вы уже заведомо предатель. Понимаете? Если вы не поддерживаете Бандеру, значит, вы чужой человек, идеологически чуждый, подлежащий уничтожению. К сожалению, мы в этом убедились. Не мы бомбим их города, они бомбят наши города. По мнению этой войны. И чем она закончится? Мы не знаем, чем она закончится. Мы надеемся, что она закончится. Надеемся. И начнется нормальная мирная жизнь. И лучше, чем мы, может быть, ожидаем ту, которая, наверное, будет во всей Украине. Которая сейчас, наверное, вряд ли она будет вообще хорошая. С экономикой, которая пошла вся на войну. Фактически, украинцев тоже и тех обобрали. Они, может, еще не поняли. Потому что все деньги идут на войну. С чем они останутся, мы не знаем. Но мы хотим... Мера. Мера. Да, мера. Мы хотим сказать правительству Киеве. Я надеюсь, оно будет наказано. Что большое спасибо им за то, что они создали такие условия нам. Или привели к этому, скажем так. Привели к той ситуации, которая сейчас. И надеемся, что украинский народ тоже хотя бы очнется. И поддержит донецкий народ. Потому что мы такие же, как и они. Абсолютно. И как умирают ребята отсюда, в Донецкой области, так умирают и их дети. Понимаете? Вот, одинаково. И непонятно за что. И действительно, что мы-то на своей земле. Зачем поднялись бы все? И не надо сюда посылать своих детей. Подниматься. Все-таки он пусть обрабатывает свои поля. Работает на своих заводах. Поднимает экономику. А убивать население, народ и продолжать наши предприятия не надо. И наших детей не надо. Я с вами совершенно согласен. Шахперск. Вот дети, которые не уехали. Скажите, пожалуйста, а в вашем доме многие уехали? Вашем доме многие уехали? Ну да. Очень многие. А вы почему остались? А куда ехали? Ну, а вот первый результат без власти. Мародеры разнесли парючек. Ничего нет. Все вынесли. Разбиты стекла. Если бы не бойцы ДНР, здесь бы было разрушено уже все. И не только здесь. И это только начало. Да. Сейчас я покажу дальше. Основные офисы, основные здания целы, потому что они пока под контролем ДНР. Итак, Шахтерск. Продолжение нашего репортажа. Вот смотрите. Мы сейчас стоим на улице во время минометного обстрела. Вот снайпер. Представься, брат. Валей. Ты местный? Нет. Нет? А откуда ты? Сосровинск. Что здесь происходит в Шахтерске в последнее время? Война. А был сильный обстрел со стороны украинских военных. В частных домах мирного населения. Которые ни в чем не виноваты. Страдают и умирают бедные. Где они сейчас находятся? Кто? Украинцы. С той стороны, из-за жилей, из-за 15-го района. А вот этот самый Бегордик, сохранившийся с украинских времен. Посмотрите на эту фамилию. Лукьянов. Регионал. Он до сих пор сидит в Раде. Это из-за таких, как он, началась война. В первую очередь. Это они взрастили нацистов. Это ничего не делали в социальном плане. Это они паразитировали до бесконечности. Всевозможные Коли Левченко, Пагината Ахметовы, Владислава Люкьяновы. Паразиты. Это на них кровь. Шахтерск. Продолжение репортажа. Где мы? Это городской парк. Здесь некогда отдыхала вечером молодежь. Молодые пары гуляли, влюблялись. Теперь, после очередных арт-обстрелов, парк больше похоже на зону отчуждения. Тут, рядышком, находится здание управления Шахтерск-Антрацит. Аккуратно напротив памятника дедушке Ленину. Вот такая вот веселая картинка, которую нам сделали товарищи украли. С ихними подельниками, наемниками. Дома рядом со зданием управления Шахтерск-Антрацит. Вот что с ним сделали украинцы. Кстати, чем им помешало это управление, которое работало и отчисляло деньги на войну, которую они ведут против народа Юго-Востока. Вот смотрите, что они сделали. Помните, как все это начиналось? Мариуполь, расстрел ВВД. Хотя, ни за что. То же самое здесь. Они готовы расстрелять всю страну. Только за то, что кто-то осмеливается хотеть жить по-другому. Не под властью убийц, нацистов, продавших свою страну. Вот. Зачем? Здесь не было полченцев. Дедушки Ленину прострелили пузо и глаз. Но он стоит, как и мы будем стоять. С простреленным пузо и глазом. Ну, вот памятник Ленину перед управлением антрацитов в Шахтерске. Поврежден он намеренно. Поврежден он намеренно. Не нужно объяснить, почему. Можно по-разному относиться к этому историческому персонажу. Но разрушать памятники это ландеризм. Складывается впечатление, что не намеренно все уничтожают. Только для того, чтобы Новороссии труднее было создавать свою государственность. Это модель будущей Украины.